Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Хлеб на каждый день» и размышления над 54-м псалмом. Мы продолжаем. Состояние сердца Давида, как человека, который угодил Богу, который был сладким певцом Сиона и о котором сказал Господь, что скинию Давида он восстановит. На самом деле была скиния Моисея. Давид, который уже не мог себе построить тот дом, а собрал только возможность для Соломона, и он построил дом, а вот скиния была Моисеева. Однако Бог говорит, что я восстановлю скинию Давидову, потому что то, что делал Давид, и какие жертвы он приносил, и как он это делал от всего сердца, это то, что затрагивало сердце отца. Это то, что он мог производить такие поклонения, которые небо приводили в восторг и в движение. И однако этот Давид говорит о своих врагах очень нелестные вещи. С одной стороны, понятно, человеческая природа, она не может на врагов смотреть, знаете, с довольством. На врагов мы смотрим с осторожностью, а кто-то и совершенно с другими чувствами. И вот Давид в данном псалме высказывает такие жесткие вещи, которые, я не знаю, рекомендовать ли вам такое повторять в адрес людей. Но у нас с вами есть сегодня некоторый другой вариант, о котором скажу чуть позже. И вот как он реагирует на тех людей, которые принесли ему много проблем, стали предателями для его судьбы, его окружения. Шестнадцатый стих. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». Посмотрите, как жестко Давид говорит о них Богу из своего сердца. Но почему я сегодня не рекомендую это делать? Вроде бы тоже священное писание. А потому что у нас есть понимание, что мы не с плотью боремся, а мы боремся с духом, стоящим за этой плотью. И это уже нам открыто в Новом Завете, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. И поэтому мы можем, исходя из этого, уже все свое состояние сердца, эмоции, всю вот эту природу внутреннего мира, которая наполнена определенными печалями или недоумением и так далее, в разной краске есть внутри нас, высказать в адрес демонической природы. Не в смысле оскорблять их, вот здесь я хочу вас предостеречь, потому что мы не можем это делать на основании, опять же, Божьего Слова. Михаил Архангел не смел сказать укоризненного слова, но сказал, да запретит тебе Господь Сатана. Вот что нам надо делать с учетом того, кто стоит за этой природой, запрещать этой нечистой природе и приводить движение ангельскую помощь. Потому что то, что написано в 149-м Салме, конкретное слово, сия честь всем святым, заковывать в оковы железные всякого князя нечистого мира. И поэтому тогда, когда мы имеем вот эту ненависть, поднимающуюся, может быть, к таким несправедливым вещам, такой несправедливой лжи, которая, ну, ложь не может быть справедливой, понятно, но когда это все направлено против тебя или меня, то мы можем открытым текстом сказать Господь, всякий дух лжи, которым за этим стоит, я его связываю в оковы железные. Я не позволяю продвигаться этой заразе, опустошающей сознание и сердца людей. Вот то, что я вам предлагаю делать с учетом того, что эмоции подняться могут. И мы не будем прятать их и говорить, нет, у меня все там спокойно и хорошо. Эмоции есть, их надо выразить, но по адресу, не вызывая на себя негатив еще больший от того, что мы будем говорить дьявольским языком против него. А мы тогда берем Божью власть и применяем на действия его нечистого духа. Небесный Отец, прямо сейчас ты видишь, кто в такой позиции оказался по отношению к нам. Всякая ложь, всякое действие коварства, замысла, фейков, которые сделаны против конкретных людей. Я хочу сейчас поднимать свой голос и сказать, Боже, я приглашаю в зал суда всю эту природу, чтобы там дали отчет пред Тобой, на каком основании это делают. А ты, Господь, разберись. У тебя есть полнота картины, у тебя есть полнота действия, и ты не ошибешься в своих решениях. Поэтому я приглашаю сейчас и даже вызываю всю природу нечистого мира ответить перед Тобой в зале суда, по какому праву это делают. И сейчас я передаю тебе все эти вопросы и всякий удар в спину, и все то, что может быть в окружении нашем. А ты, Господь, разберись и поставь все на свои места. И ты сказал, что поставишь безопасное место тех, кого хотят уловить. Так поставь же нас, Господи, в самое безопасное место на Твою вершину. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До завтра.